Рабочий день у ребят мобильного трудового отряда главы города начинается в 8.30 утра. Бойцы, вооружившись мусорными мешками, граблями и перчатками, выходят на улицы, чтобы навести чистоту. В Губкинском к работе приступила третья смена МТО. На данный момент в городе Губкинском трудоустроено с июля месяца 30 новых бойцов, в микрорайоне Пурпе 11 новых бойцов. Две бригады в городе Губкинском убираются на месте, где сейчас скашивают траву, также собирают мусор на этих местах. В городе мы уже успели убрать первый, третий, четвёртый микрорайоны, также второй. Собираем мусор, очень много. Хотелось бы посоветовать жителям выбрасывать этот мусор в мусорки, потому что в этом году, я заметил, их ещё больше поставили, и не мусорить. Первый летний месяц в Губкинском проработало более 80 подростков. Это 20 бойцов в микрорайоне Пурпе и 60 в центральной части города. За этот период они собрали более 1120-литровых мешков мусора. Однако его, к сожалению, меньше не становится. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Мусора довольно-таки много, а работа довольно-таки весёлая, потому что это приносит удовольствие убирать свой город, в котором ты живёшь. Есть друзья, поэтому это всё происходит намного веселее. Ещё на природе, спорт, активность, можно считать, поэтому, ну, в принципе, первый день сложновато было, потом уже нормально. Третья смена мобильного трудового отряда главы города «Будущее строим сами» проработает на улицах города до середины июля. Всего же в этом году бойцами МТО станут 160 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Рабочий день у ребят в мобильном трудовом отряде распределён так, чтобы юноши и девушки смогли и поработать, и отдохнуть. Свободное от уборки время школьники принимают участие в тренингах, играх и лекциях. Субтитры делал DimaTorzok